Дорогие друзья, сегодня мы в школе стиля Кати Гершуни. У нас осталось несколько часов до шабата, поэтому мы спешим просто взять интервью очаровательной дамы. Шалом, Катя. Шалом. Я Катя Гершуни. Ну, конечно, надо мерить. Это единственная картошка фри, которую я могу себе позволить. Немножечко расскажите о вашей школе. Эта школа открылась чуть больше года назад. Здесь на самом деле осуществилась моя мечта, потому что я очень много лет занимаюсь с этой профессией. Профессией, на самом деле, самой лучшей на свете, мне кажется, для женщины точно. И за время моей работы, за время моего опыта я накопила большое количество знаний и каких-то вот скиллов, как сейчас принято говорить, навыков для того, чтобы не держать их в себе и ни с кем ими не делиться, а всегда было такое желание рассказать об этом всему миру. У меня есть, безусловно, ряд клиентов, которые получают эти знания, но мне казалось, что классно, если я буду передавать как бы из поколения в поколение, как будто бы по наследству, те знания, которыми сама обладаю. Поскольку это не совсем, вернее, это не только то, что я сама изучала в своих университетах, еще во втором университете, на каких-то курсах. А это в основном то, что я получила на опыте, поскольку я очень много работаю в этой сфере и именно на телевидении. В общем, хотелось собирать тех, кто так же, как и я, неровно дышит к моде, кто занимается красотой, хочет преображать мир к лучшему, делать его лучше. Рассказать им то, чем не могла не поделиться. Поэтому была открыта эта школа. Я очень счастлива, поскольку она приносит мне большое удовольствие и всем, кто сюда приходит. И, ну, не знаю, здесь как-то тепло, ярко, весело, модно. Мы очень счастливы, что мы это смогли сделать. — Вы дружите потом с этими девушками, вы отслеживаете их? — Ну, конечно, конечно. У нас, правда, только один выпуск, мы же только год работаем. Но, естественно, я думаю, что у многих из них будет большое профессиональное стилистическое будущее. — Как бы один из ваших лозунгов в этой школе — то, что нет некрасивых женщин, если женщины плохо одетые. — Совершенно верно. Есть неправильная одежда. — Так, хорошо. Позвольте мне немножечко пообщаться с вами на эту тему, как мужчине. Не секрет, что мужчины смотрят, да, на одежду, на походку и так далее. Потом, когда мужчина догоняет женщину, мимика на его лице меняется. Не всегда, но иногда это бывает. Что вы скажете по этому поводу? — Потому что бывает так, что он смотрит на нее со спины, и когда видит ее прекрасное лицо, иногда ожидание не совпадает с реальностью. Некоторые женщины не умеют выглядеть соответствующим возрасту, цвету кожи, оттенку глаз. Делают некоторые ошибки. Именно поэтому порой мужчина находится в ступоре. — То есть все-таки все в их руках, в ваших руках. Хорошо. А вот в Лондоне, где вы учились, какие там женщины? — Очень разные. Женщины, вы знаете, везде очень разные. В Лондоне, я бы сказала, ну, просто пространство, в котором я обучалась — это пространство искусства. Это центральный университет искусства. Сент-Мартинс. Лондон Сент-Мартинс Скул. Это мека для художников, для артистов, для дизайнеров, для фотографов, для тех, кто занимается дизайном интерьера, для архитектора. В общем, для всех деятелей искусства в действительности. Это место, которое породило огромное количество гениев, и мне было за честь просто переступить порог, и тем более обучаться там. Поэтому женщины там творческие. А сам Лондон, вы знаете, очень какой-то свободный. Он достаточно, скажем, сдержан по своей сути. Но при этом внутри этой сдержанности можно найти огромное количество свободы выражения личностей. Интересно. Надо съездить. Как вы думаете, еврейская женщина, которая соблюдает традиции, которая должна выглядеть скромно, кошерно, может ли она при этом оставаться привлекательной и модной? Однозначно да. У меня есть прекрасные примеры. Я уверена, что обладая знаниями в сфере стиля, мы можем не отступать от своих религиозных каких-то предпочтений и законов. Это возможно, потому что мы обучаем всего лишь навсего цвету, форме, фактуре, композиции. Это искусство. И это никак не граничит с какими-то религиозными догмами вообще. Изменение внешности женщины — это продукт изменения внутреннего состояния? Или, наоборот, это то, что предполагает это изменение? Обычно это, конечно же, идет изнутри. В случае, если женщина чувствует какие-то необходимые в ее душе перемены, она это волей или неволей показывает и внешне. Если она влюблена, ей хорошо, она счастлива, спокойна, довольна, у нее все здорово, это, безусловно, отражается на ее внешности. Когда женщине грустно, она печальна, ее что-то тревожит, мы также видим результат. Кстати, я думаю, что это касается далеко не только женщин. Хорошо. Я вас просто провоцирую на следующий вопрос. Скажите, насколько тяжело проходят программы на Первом канале? Или это легко отдается? Вы знаете, от раза к разу. Я не могу сказать, что это легко, легкое занятие. Вовсе нет. Но я бы не сказала, что это какая-то страшная участь. Я это делаю в удовольствие, понимаете? И у меня... Да, мне физически трудновато. Бывает по ночам, потому что мы снимаем почти сутками порой. Физически бывает сложно. Но поскольку я делаю любимое дело, и со мной работает действительно команда мечты, у меня есть ассистенты, помощники, я работаю с коллегами, друзьями, я всех знаю, это мы практически семья, я бы сказала, что это на самом деле работа в кайф. Другое дело, что необходимо иметь некоторую выносливость, как физическую, так и эмоциональную порой, поскольку бывают столкновения с эмоциональными героями. Или неэмоциональными героями тоже очень бывает, знаете, как бы невыгодно с телевизионной точки зрения. Это бывает невыигрышно. Поэтому приходится иногда растормашивать, я не знаю, как правильно выразиться, но сделать так, чтобы человек разговорился. Иногда нужно сделать так, чтобы человек немножечко, наоборот, успокоился, собрался. Бывает очень разное. Но на то это и шоу реалити. Татьяна Салихова сходила на экспресс-свидание и убедилась, что свободные мужчины существуют. Осталось понять, как произвести на них правильное впечатление. Эксперт по стилю Кати Гершуни знает об этом все. Вот это красота! Привет! Живот, спина, голова. Поехали. И... Ой. О, боже. О, боже, что же мы натворили? Я так счастлива, что в нашей стране женщина, которая вот только-только оформила пенсионное удостоверение, способна выглядеть таким образом. Сегодня уход за собой для женщин порой подразумевает немалые расходы. Есть ли какие-то способы сохранить свою красоту, ухаживать за собой, не тратя какие-то большие средства? Естественно. Для того, чтобы хорошо выглядеть, совершенно не нужно обладать миллионами. Самое главное – желание. У меня есть огромное количество рекомендаций для тех, кто не хочет стареть и хочет выглядеть всегда молодо, прекрасно, свежо. Первонаперво нужно заниматься спортом, нужно заниматься собой, нужно никогда не толстеть, женщине никогда не поправляться. Как только она добавляет вес, она сразу же прибавляет себе несколько лет. Это вот такая печальная новость. Поэтому это очень важно. Нужно следить за собой. Нужно делать гимнастику лица, это все бесплатно. Заниматься спортом, жить динамичную жизнь, много двигаться. Это все бесплатно. Вот это вы можете сделать вообще, не тратя ни копейки. То, что касается одежды, здесь необходимо включать немножечко рацию. Надо немножко задумываться о том, как мы хотим, чтобы нас воспринимали. Дорого, богато сейчас не модно. Поэтому необходимо обращаться, наверное, к собственному какому-то здравому смыслу, думать о том, что бы мы хотели получить. Если мы хотим, чтобы нас воспринимали, ну, не знаю, легкой, романтичной, какой-то нежной и теплой, нужно просто выбирать грамотные оттенки и фактуры ткани, определенные силуэты. Платье не должно стоить дорого, оно должно вам подходить. Можно шить самой, можно перешить что-то, можно что-то скомбинировать. Я правда не считаю, что одежда должна стоить дорого. А зачем? Через сезон вам захочется что-то другое. Ну, по крайней мере, у меня так. Есть какие-то, конечно, вещи, в которые имеет смысл инвестировать, да, прям вот инвестировать. Но так это, в общем, не самое главное. Важно, мне кажется, оставаться объективной к самой себе. Вот и все. Давайте немножко о личном. Я имею в виду о вашем сыне Давидике, который всегда, мы, как видим в Инстаграме, постоянно с вами. Расскажите немножко о нем. Прекрасный ребенок. Вот совсем недавно поняла, что, о боже, ему окажется уже целых 12 лет скоро. Я неожиданно стала мамой взрослого ребенка, взрослого сына. Вот мы вступаем в такую непростую пору. У него уже начинает ломаться голос, начинают как-то пробиваться усики. Ну, юбилейский мальчик. И рано взрослеет. Ну, он ходит в школу, занимается музыкой, теннис. У него начинается трудный период, и мне с этим непросто. Ну, думаю, что мы это переживем, потому что как-то все это переживали до меня, значит, и я справлюсь. Но пока что я так не очень уверенно себя чувствую, потому что это мой первый ребенок, который вот начинает входить в свой подростковый период. У вас есть любимые места в Израиле? Ну, конечно, есть. Набережная Батьяма, потому что там фактически я выросла. Я проводила каждое лето у бабушки с дедушкой, которые очень давно там живут. И на этом пляже, на набережной как-то много событий происходило. Много каких-то пикников было проведено, много встреч. Бывало слез, а бывало смеха. Да, иногда я мысленно переношусь вот туда, где-нибудь на закате. Я очень люблю израильскую, тель-авивскую оперу. С этим местом тоже связано огромное количество событий. Мама моего бывшего супруга, оперный концертмейстер. И последние военные действия, которые были в Израиле, так вышло, что мы провели вместе. Это был очень непростой период в моей жизни, в моей жизни и в жизни моего ребенка. И мне было очень неспокойно, поэтому спала я только в опере. Потому что я знала, что там очень укрепленное бомбоубежище. И мне как-то там было спокойно. Хотя израильтяне все к этому очень так легко относятся. Всегда меня это очень удивляет. Но я такая патриотка, это правда. Но детство, если я не ошибаюсь, у вас прошло в Узбекистане. Ну, смотрите, смотря какое. До 10 лет я жила в Узбекистане, да. Какие-то картинки остались? В Ташкенте, конечно, остались. Двор, не знаю, тутовник, какой-то, ну, какие-то жасмин, аромат жасмина по вечерам. Красивые зеленые улицы, великолепная сталинская архитектура, вкусная узбекская еда. А вы, кстати, любите готовить? Вы знаете, я вот не знала этого раньше, но в последнее время я обнаруживаю в себе кулинарные способности. Думаю, боже мой, и это я умею, оказывается, и это я умею. Много, многое в моей жизни сейчас меняется, поэтому, да, я открываю в себе какие-то кулинарные таланты тоже. Неожиданно совершенно. Всегда думала, что я не люблю и не умею, и не буду. Я люблю, умею и буду. Вот сейчас уже так. Замечательно. А где любите гулять в Москве? Где же я люблю гулять в Москве? Интересный вопрос. Вы знаете, мне так это редко удается. Не могу вам сейчас вот так вот ответить. Просто не удается погулять и все, потому что я все время работаю. Ну, центр в основном как-то... Я такой человек урбанистический очень. Я не в парк куда-то на природу или на дачу там цветы высаживать. Это не очень моя история. Для меня прям классно это пройтись по Тверской, не знаю, позаходить в любимые магазины, когда я от них немножечко уже отдохнула. Вот, наверное, так. Центр. Давайте поиграем в одну игру. Давайте. Кино или книга? Кино. Театр Марка Розовского или спектакль в театре Сергея Безрукова? Розовский, конечно. Чай или кофе? Кофе. Арбуз или дыня? Дыня. Моца или бутерброд? И маца, и бутерброд. А лучше бутерброд с мацой. Ресторан или ужин дома, приготовленный своими руками? Дома. Милан или Иерусалим? Когда как. Я бы сказала, что зимой Иерусалим, а лето Милан. Хорошо. Маленькое черное платье или красный брючный костюм? Красный брючный костюм. Кеты или шпильки? Шпильки. Лыжи или пляж? Пляж. Лето или зима? Лето. Кстати, какие цвета лицам летом будут модны? Хорошо спросили. Основной цвет это лаванда. Он такой вот размыто лавандово-розовый. Очень много будет розового в разных проявлениях. Безумно ярко-зеленый. Будет моден серый. Будет, безусловно, моден синий в дениме, в джинсовом каком-то исполнении. Будет очень моден салатовый, зеленоватый. Спасибо. Я думаю, нашим зрителям полезно будет. Прогулка в парке или бассейн? Бассейн. Бассейн. Тренажерный зал или сон? Сон. Маска для лица из огурцов, дорогой крем или уколы красоты? Уколы. Уколы. Эфелева башня или стена плача? Стена плача. Шумная тусовка или вечер с сыночком? Шумная тусовка. Личное авто или водитель? Личное авто. Частный дом или квартира в Небоскребе? Частный дом. И последний телевизор или планшет? Ни то, ни другая. Ни то, ни другая. Катя, мы, я считаю, провели хорошо время. Успели до шабата. Остается несколько минут. Я вам очень благодарен за встречу. И шаббат шалом. Шаббат шалом. Спасибо.